Всем привет! С вами Егор и вы на канале Art Motito. Сегодня я буду дорисовывать и доделать работы моих учеников. Посмотрев это видео до конца, вы сможете избежать многие ошибки и поймете, как одна деталь может изменить весь портрет целиком. И будем сейчас рисовать будущего красавца Леонардо Ди Каприо. Давайте начинать! Вот я, я, я. Итак, у нас есть первоначальное здесь построение, нанесли первый тон. Что здесь можно было бы улучшить? Ну, во-первых, я бы не давил так сильно жестко на контур. Обратите внимание, да, на губы, на нос. Очень сложно исправить. И, допустим, у нас очень нежный контур нижней губы, и нам не нужно там ничего давить, нам сложно будет его здесь, конечно, обыграть. И нос лучше всего, конечно, это все аккуратно намечать овалами. То есть мы стараемся избежать контурных таких жестких линий и обводки. Также вот первый слой, да, мы делаем диагонально, но он слишком жесткий. Я бы его наносил полегче, не так плотно. Может быть, взял бы поострее карандашик, немножко рыхловатый, да, штрих. И там, где у него есть волосы, мы не штрихуем диагонально, потому что мы знаем, что волосы штрихуем по росту волос. И я покажу фрагмент, потому что тут можно дорабатывать портрет весь целиком. Уйдет очень много времени. Давайте на примере глаза, да, его разберем, как можно его сделать красиво, хорошо. И, надеюсь, для вас это будет полезно. Для начала мы утвердим здесь само построение, да, глаза. Нам нужно чуть-чуть его уменьшить. Да, я смотрю форму глазика. Здесь будет, да, этот слезник, он тоже будет чуть-чуть поменьше размера. Всегда, когда у нас большие глаза, они придают такую мультяшность. И в целом у нас достаточно здесь построения для того, чтобы мы перешли к самому интересному. Именно к свето-теневой проработке, и чтобы этот глаз у нас стал живым. Друзья, если вы хотите, чтобы мы разобрали ваши работы, подписывайтесь на наш телеграм-канал, присылайте работы в комментариях, и постараемся разобрать и вашу работу тоже. И дальше заключительный этап – это супер-клячка. И делаем сначала супер-блик. Участники марафона называют это «магия клячки». Здравствуйте! Друзья, если вы хотите научиться рисовать глаз, то подписывайтесь на наш YouTube-канал, и в следующем видео мы поделимся этим секретом. И наш супер-глаз готов. Вжух, и у нас появился милый котик. В целом он уже практически завершен. Для новичка это хороший уровень. Что здесь можно улучшить и что сделать? Грубоватая диагональная штриховка, то есть мы видим штрих. Нужно добавлять мягкости, она вырабатывается за счет послойности. Если бы мы нанесли еще побольше слоев, легких, накладываемых друг на друга, то он был бы в целом плотнее, мягче и еще реалистичнее. Я покажу на этом фрагменте, как у него на груди сделать более-менее такие реалистичные волосинки, чтобы они здесь прорисовались. Для начала еще одним диагональным слоем плотненько я пройдусь по этой области. То есть чтобы получить светлые линии, пятны, участки, мы сначала должны его все равно заштриховать. То есть все светлое мы получаем из темного. Дальше беру клячку, сминаю ее плотненько двумя пальцами, и этим ребрышкам клячки я могу здесь как раз-таки уже начать делать его шерстку на груди. Точно в такой же технике мы бы делали здесь усы, да и в принципе все остальные другие белые участки и всю его шерстку. Делаю по тому направлению, как растет у нас шерсть. То есть она у него равномерная, по бокам направлена в сторону. Мы можем также вкраплять сюда, добавлять какие-то темные волосы, да, особенно ближе к корню, да и под подбородком, где падающая тень. Либо наносить это с обратной стороны, здесь утемнять эти вот участки. И данный кусочек у нас преобразился, и в принципе он здесь готов. С этим рисунком у меня все, и давайте двигаться дальше. А если вы хотите, чтобы у вас котик получился также с первого раза, то переходите на наш бесплатный 4-дневный марафон, ссылка в описании снизу. Там мы научимся рисовать животных, и даже сделаем первый собственный портрет. Ну что, еще один портрет. После рисования животных, новички у нас начинают постигать азы портрета. По построению все неплохо, он немножечко здесь пухляж, то есть я бы уменьшил более острый, сделал бы ему здесь челюсть, подбородок. И здесь, в принципе, каждый кусочек можно еще аккуратно дорабатывать, немножечко подизменить форму глаз, нос. Но хочется в тоне красиво сделать именно его нос, потому что по сути то, как я сейчас покажу, мы в свето-теневой проработке работаем с носом, по сути, также мы будем работать с каждым здесь участком. Все же кончик носа у нас должен быть ниже, а крылья носа должны быть чуть-чуть повыше. Когда мы рисуем портрет, мы иногда пластические хирурги, иногда мы делаем будто здесь где-то ботокс, справку носа, иногда мы с вами бровисты, иногда мейкаперы, добавляем румянцев. Итак, заштриховываю весь нос диагональной плотной штриховкой, прям слой за слоем. Не нужно переживать, что там тоже белый-белый блик, мы его потом сделаем клячкой. Затем смотрим, где здесь есть теневые участки, и по вторым слоем заштриховываю покрываю здесь еще. Здесь правую часть носа тоже заштриховываю, затемняю. Здесь такая еле прослеживается собственная тень на кончик носа. Друзья, кто тоже расслабляется за рисованием, либо когда наблюдает, что идет процесс созидания, сотворения, рисования, то поставьте лайк, если вам это тоже нравится, и плодотворно на вас это влияет. Это поможет нашему каналу развиваться и расти. В несколько слоев заштриховали, сделали такой темный-темный нос, и сейчас будем работать как раз таки с клячкой, делать его объемным и красивым. Я могу часами работать над одним кусочком, над одной деталью, и невозможно остановиться. Лайк, нормальный нос, с пивом потянем. И сейчас мы перейдем к рисунку лисички. Здесь тоже хорошее построение, и в принципе уровень для новичка, что мы можем улучшить. Я покажу, наверное, этот фрагмент, где поработаем с шерсткой над глазом, сам глазик, и немножечко темных-темных волосинок под глазом. Опять-таки покажу прием на этом кусочке, и этот метод, этот принцип, потом можно использовать на всей лисичке. Карандашик желательно поострее подточить. И для начала давайте диагонально, плотно пройдемся по этому участку. Посмотрите, друзья, я сделал более контрастный здесь глазик, обводку, зрачок, оставил там место для бликов, и как раз блики клячкой аккуратно здесь я тоже вот так показываю. Дальше здесь у нас светлая шерстка, клячку тоже сминаю, и тонким ребром клячки аккуратно здесь показываю эти волосинки. Делаем несколько движений, клячка забивается грифелем, помните ее пальцами, и потом снова. Да у нас просто все ученики идеальны, поэтому не нашлось таких работ. Ну и типа на этапе построения мы же тоже сразу исправляем. А вот если работать без учителя, наверное? Если работать без учителя, то будет много ошибок в построении и в пропорциях. Вот если я здесь дорабатываю в основном по тону, по мелким деталям, какие-то нюансы по штриховке, то учитель вам поможет не ошибиться на самом по сути важном и первоначальном этапе именно пропорции и построения. Поэтому, друзья, путь я сам, самый долгий путь. Выбирайте себе наставника, учителя, школу, сэкономите кучу-кучу времени. А еще сэкономите кучу-кучу времени, если прямо сейчас подпишетесь на наш YouTube-канал. Ну, в общем, действительно, тут можно еще дальше вот так долго-долго играться, прорисовывать каждый-каждый кусочек. Да, ухо, если бы мы исправляли, мы бы также диагонально плотно заштриховали, темные участки прошлись бы еще раз и мелко аккуратно клячкой прорабатывали бы здесь тонкие светлые волосинки. Но, повторюсь, даже для первого раза, для начального уровня, здесь очень хороший результат. Друзья, если вам был интересен и понравился такой формат видео, ставьте лайк, напишите об этом в комментарии и мы снимем еще для вас разборы, доделывания и исправления работ наших учеников. На этом у меня все. С вами был Егор и канал ArtMotito. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok